Это программа День Столка. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Барнауле закрыли городской пляж, на котором утонул подросток. Неделя без воды – и это не плановое отключение. В Гамбе десятки местных жителей ведут борьбу за ресурсы. Жизнь после. В Барнауле прошла встреча психологической поддержки для участников спецоперации и их родственников. В Барнауле закрыли городской пляж, на острове Помаскин. Отметим, официального открытия еще не произошло, однако барнаульцы уже вовсю отдыхали на нем и купались. Сегодня вход пришлось экстренно закрыть из-за трагедии в окрестностях городского пляжа. Трагедия произошла накануне. 15-летний подросток играл с друзьями в волейбол около городского пляжа. В какой-то момент мяч улетел. Юноша поплыл за ним, но оказался на опасной глубине и утонул. По словам очевидцев, школьника искали больше часа. По факту гибели следователи возбудили уголовное дело. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. В регионе на сегодняшний день на водоемах погибли уже трое несовершеннолетних. Спасатели в очередной раз напоминают, что купание и безопасный отдых на водных объектах возможен только там, где проверено дно и дежурер спасателей. В Алтайском крае официально работают 48 пляжей. Список опубликован на сайте регионального МЧС. Почти неделю без воды в жару жителям села Ганьба пришлось проходить ежедневный квест, чтобы выжить. Погодные условия не исключают риск возгорания. А по мнению жителей, причина отключения – конфликт с председателем ТСЖ. Ситуация накалилась до такой степени, что на встречу с нами вышли десятки людей. Тема продолжит Юлия Щебина. В плюс 35 градусов жители села Ганьба вынуждены выживать, как придется. Все ТСЖ, нас пять улиц, мы остались без воды. От слова совсем. Вода из крана не шла совсем. Мылись после часа, стирались четыре. Техника вообще не включается, не хватает ни газ, не включается, чтобы горячая вода была. В общем, воды не было. По словам жильцов, причина отключения воды – конфликт с председателем ТСЖ «Земляне», который длится уже не первый месяц. И в группе председатель призывал оплатить долги и говорил о том, что как только задолженность будет погашена, сразу у нас появится вода. Он говорил, что ограничить в воде нас уже давно. И в итоге пришло время, когда он просто, мы остались все без воды. Представляете, мы на четыре часа утра заводишь будильник, идешь и набираешь просто, чтобы на следующий день хоть что-то попить. Как только заговорили вопрос о прокуратуре, вода у нас сразу же пошла. И всем хватает. И на данный момент у нас очень хороший напор. По словам председателя ТСЖ, причина отключения воды техническая. Наступила жара, все же стали поливать забор. То есть она даже скважины не успевала набрать в водонапорной башне. Вот и причина была. Сейчас все восстановилось. Я второй насос не мог подключать, потому что он был резервным. Я его переставил в другое, в нормальную рабочую скважину. Все заработало, теперь работают два насоса. Стоимость работ, по словам мужчины, составила 57 тысяч рублей. Пришлось потратиться, хотя общая задолженность и так более полмиллиона рублей. Кстати, конфликт касается не только задолженностей, но и других вопросов. Мои коллеги уже освещали процесс этой холодной войны. Так, в феврале ситуация дошла до суда. Была попытка исключения из ТСЖ улицы Вишневой. На общем собрании наш председатель Руденко Геннадий Дмитриевич по исключению улицы Вишневой. Это чудовищный, причем без их согласия, без их согласия, ущемляя их права. Сам Геннадий Дмитриевич комментарий давать отказался. И распихав всех жалующихся, пытался уйти от съемочной группы. Иск не удовлетворили. Однако, по словам председателя, водонапорной башни не хватает на пять улиц. Изначально при строительстве башни в 1995 году средствами трех улиц она была рассчитана на определенное количество потребителей. Членские взносы составляли порядка 800 тысяч рублей. Затем построили еще две улицы, Вишневую и Рябиновую. Они заплатили около 300 тысяч рублей. Поэтому членами ТСЖ не являются. Хочу сделать акцент на том, что скважина, которая была пробурена в 2015 году, она была сделана как раз на деньги улицы Вишневой и Рябиновой. А сейчас эти две улицы даже в устав председатель вносить не хочет. Говорит, что мы не являемся членами ТСЖ. В свою очередь, часть жителей хочет сменить председателя. И даже предпринимались попытки. Сейчас у ТСЖ очень много должников. Люди готовы оплатить долги. Они это открыто говорят, но будут платить только тогда, когда Руденко сдаст свои полномочия. Он говорит, что вы не дождетесь. И была фраза о том, что да и ладно, не платите, на зарплату мне хватает. Начинаем, когда говорить, что нужно провести ревизионную комиссию. Всю жизнь в нашем ТСЖ было. Каждый год у нас ревизионная комиссия работала. Здесь он не дает никаких документов. Он не подпускает к работе ревизионную комиссию. То есть мы делаем выводы, что там есть что скрывать. Исчезли деньги куда-то у нас были, целевые всякие были деньги. Их нету денег. И теперь он требует с нас вот эти взносы. Да мы готовы платить эти взносы. Мы будем платить хоть сколько. Ну, дело, когда хороший человек будет, когда нормальный человек, умный человек. Председатель утверждает, целевые взносы были переданы в научно-городскую администрацию, которая должна была обеспечить две присоединенные улицы инженерной инфраструктурой. Кстати, был подан и удовлетворен соответствующий иск. Наверное, вам доложили, что меня переизбрали. Но переизбрали, не члены ТСЖ переизбрали, а переизбрали жители, собственники тех двух улиц. Ну, ради бога. Ну, вот спрашивают, все спрашивают, какие проблемы-то. Мы вам даем воду. Заключайте с нами договора. Цены ни выше, ни ниже. Так же, как и члены ТСЖ платят. Ну, организуйте вы свое ТСЖ и живите. Но они же этого не делают. Председатель, псевдо-председатель создал очаг социального напряжения в этом поселке, что должно караться законом. Однообразные ответы, называемые отписками у жителей села, лежат пачками, утверждают они. Однако ВОЗ и ныне там. Администрация Барнаула посоветовала перевести инфраструктуру в муниципальную собственность на обслуживание специальной организации. Но председатель против. Это личная собственность. То есть это собственность наших вот этих трех улицах жителей. И просто так передать туда невозможно. Надо 100% голосов жителей, чтобы они согласились. Есть ряд технических трудностей. Диаметр труб не совпадает. Нужно прокладывать новые. Да и не все жители с этим согласны. Итог. Каждая сторона продолжает отстаивать свою правду. Однако конфликт у землян продолжает нарастать. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Александр Прокопьев приступил к исполнению обязанностей вице-премьера и министра экономического развития правительства Республики Алтай. Накануне в Рио главы региона Андрей Турчак подписал указ о его назначении. На новом посту Александру Прокопьеву предстоит курировать большой блок вопросов, реализацию инвестпроектов, развитие агропромышленного комплекса, туризма, экологии и ряд других. По многим направлениям депутат Госдумы трех созывов активно работал, представляя интересы Алтайского края. Подробнее смотрите в нашем сюжете. С 2011 года Александр Прокопьев был депутатом Госдумы от Алтайского края. На протяжении всех трех созывов он активно поддерживал регионы его жителей. Ему удалось сдвинуть с мертвой точки строительство школы в селе Боровиха. Накануне буквально в нашей сегодняшней встрече был подписан документ с Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, по включению проекта школы Боровихи в КАИП, то есть краевую адресную инвестиционную программу. По факту, что это для нас значит. То есть мы сократили, получается, весь наш временной промежуток по этому проекту на год. Но я считаю, что это наша общая такая достаточно серьезная заслуга. По просьбе жителей Александр Прокопьев лично контролировал возведение еще одного проблемного объекта – моста в Заринске. Во время пандемии он обеспечил антисептиками все школы края для проведения ЕГЭ, а на территории своего избирательного округа с первых дней пандемии обеспечивал средствами защиты медицинские образовательные учреждения, службы соцзащиты, работников общественного транспорта и так далее. В 2015 году был создан фонд социального содействия. Все это время бюджет фонда формировался за счет личных средств Александра Прокопьева. Суммарно это более 200 миллионов рублей. Реализованы десятки социальных проектов и частных инициатив избирателей округа. Один из ярких примеров – поддержка национальных традиций и проведение фестиваля «Мордовской культуры» в Залесовском районе. Для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Александр Прокопьев также известен своей активной работой о показании помощи подшефному славяно-сербскому району в Луганской области и участникам СВО. Он неоднократно лично принимал участие в передаче гуманитарных грузов. Так, для различных госпиталей доставлял генераторы, лекарства, автомобили и передвижные цифровые рентген-аппараты. Также разведчиков обеспечивал защитными шлемами, одеждой, которая делает бойцов невидимыми для приборов. Армированная ткань, то есть в нем тепло, он выдерживает до минус 80 градусов, он аккумулирует тепло. Военно-патриотическому и спортивному воспитанию молодежи Александр Прокопьев уделял большое внимание. При его поддержке многофункциональные спортивные площадки появились в Новоалтайске, а также Бийске. Современное футбольное поле для детей в Барнауле помогал киберспортивной федерации развивать этот вид спорта в Алтайском крае. Холб, холб, я подъеду на ноги. Воплощены и многие патриотические проекты юнормейцев. Макеты автоматов Калашникова получили студенты из Барнаула. Комплекты современной новой формы – школьники из Кытмановского района. После назначения на должность вице-премьера и министра экономического развития Республики Алтай, Александр Прокопьев записал обращение к избирателям своего округа. Хочу выразить признательность за многолетнее сотрудничество всем, с кем работал на своей родине, в Алтайском крае, правительству, муниципальным коллективам моего избирательного округа и всем, с кем был связан общими идеями и проектами через фонд социального содействия. Желаю всем хороших перспектив и больших успехов. Александр Прокопьев заверил, что все обязательства, которые он брал на себя, будут выполнены, проекты инициативы, доведены до конца. Елена Кузовкина, Елена Макаренко, День с толком. К другим темам. Мигрант в вагоне с углем пытался незаконно пересечь границу. Мужчина, чтобы его не заметили, укрывался в насыпи угля. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали нарушителя на железнодорожном пункте пропуска Кулунда. Поезд следовал из Казахстана в Россию. Задержанным оказался мужчина 89-го года рождения из Центральной Азии. Въезд в Российскую Федерацию ему не разрешен. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, незаконное пресечение государственной границы. В Роспотребнадзоре рассказали, поступала ли в продажу зараженная фасоль из Москвы в магазины Алтайского края. Напомним, недавно в Москве произошло массовое отравление салатом из фасоли в вакуумной упаковке. У людей диагностировали смертельное заболевание – ботулизм. Более 300 человек госпитализированы, 40 из них подключены к аппарату ИВЛ. Обо всем подробно расскажет Валентина Аскерова. Ботулизм – острое инфекционное заболевание. Известно человечеству уже давно. Недуг может протекать тяжело и угрожать жизни. Летальность при ботулизме от 8 до 50%. Зарегистрированы такие случаи, когда из 10 заболевших несколько случаев летальных все-таки происходили. Поэтому, конечно, эта болезнь достаточно серьезная. А так бывает, что когда симптомы болезни забываются и как-то в рутинной практике не ежедневно встречаются, первые случаи могут быть вовремя не распознаны и иметь затяжной период в назначении лечения. Симптоматика болезни коварная. Нет ни лихорадки, ни интоксикации. Однако слабость колоссальная, отмечают алтайские инфекционисты и добавляют. Инкубационный период составляет от нескольких часов до одних суток. Появляются симптомы, которые как раз являются характерными для этой болезни. У человека нарушается зрение, он сложнее видит в мутном состоянии, видит близкие предметы, не может сфокусироваться в момент чтения, но при этом отдаленные предметы может видеть неплохо. Может развиваться опущение век, может развиваться косоглазие, нарушается функция дыхательных мышц и человеку становится трудно дышать. Грибы, бобовые, овощи, мясо, рыба – продукты, которые на своей поверхности содержат спору возбудителя ботулизма. При слабомеханической термической обработке могут приводить к ботулизму. Одной из мер профилактики ботулизма является тщательная обработка пищевых продуктов от почвенного загрязнения. При приготовлении консервов необходимо тщательно от почвенного загрязнения промывать овощи, фрукты, грибы. Обязательно соблюдать рецептуру приготовления консервированной продукции. Последний раз в Алтайском крае диагностировали ботулизм в 2020 году. Это был смертельный случай. Мужчина отравился домашними грибами. В Москве около двух недель назад произошла вспышка ботулизма. Больше 300 человек отравили салатом из фасоли в вакуумной упаковке. Зараженная продукция дошла и до Нижнего Новгорода. От злополучного блюда скончался молодой человек. Проводятся выездные обследования с целью выявления, установления мест реализации данной продукции, для того, чтобы приостановить ее реализацию и снять ее с оборота. К счастью, до Алтайского края зараженная фасоль не добралась. Сотрудники регионального Роспотребнадзора тщательно проверили полки магазинов. Специалисты в очередной раз напоминают о мерах профилактики ботулизма, термическая обработка продуктов и соблюдение условий хранения. Валентина Аскерова, Мария Костылева, Дмитрий Денисов. День с толком. Закрасим надпись. Так звучит одна из самых популярных акций среди волонтеров отряда «Чистые сердца» из лицея профессионального образования в Новоалтайске. Ребята закрашивают на стенах рекламу наркотических веществ. С какими трудностями приходится сталкиваться, выполняя гражданский долг, расскажет Дарья Ерошина. Выходя из лицея, волонтеры отряда «Чистые сердца» надевают специальные жилетки. Ребятам уже приходилось работать на улице города с аэрозольными красками. Одна из самых часто посещаемых – улица Гагарина. Мы неоднократно проводили акции совместно с «Матерью против наркотиков», с некоммерческой организацией. И буквально мы с ними прошли и закрасили. На следующий день надписи появились во всем городе. Пришлось через два дня еще раз проводить такую же акцию. Иногда как бы держится, а чаще всего не появляется вновь и вновь. Такая акция проходит при поддержке МВД России по Алтайскому краю, Управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, а также администрации районов. Сейчас студенты используют черную краску. Такой снабжает организация «Стоп наркотик». И закрашенная надпись превращается в черный квадрат Малевича. Шутят волонтеры. Очень бывает часто, что жители ругаются и приходится очень часто объяснять, для чего мы это делаем, почему, что мы от администрации, что это согласовано, чтобы не было конфликтных ситуаций, что часто очень люди не понимают, что молодые люди подходят и что-то там красят. Поэтому с каждым ребенком обязательно находится руководитель, который разруливает любую ситуацию. Ну и для этого сейчас униформа какая-то? Да, униформа обязательно. Так, некоторые надписи волонтеры просто не рискуют трогать, потому что опасаются реакции людей, особенно администраторов магазинов. А ведь некоторые рисунки дают прямые ссылки на интернет-ресурсы с подробными инструкциями, где достать, кому заплатить и как употребить. Очень много курильщиков, наркоманов. Охота как-то это попытаться предотвратить. Такая акция, на ваш взгляд, эффективна? Да. Несмотря на то, что нехорошие надписи появляются снова и снова, волонтеры готовы снова и снова их закрашивать. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае появился электронный документ оборот между судами и службой судебных приставов. Теперь у взыскателей появилась возможность отказаться от бумажного оригинала и перейти к такому же документу, но в электронной форме. При этом изготовление на бумажном носителе в таком случае не требуется. В числе примеров такого документа оборота с судьями выступают банки и коллекторские агентства. Бумажный вариант увеличивает сроки доставки исполнительного документа, замедляет процедуру поступления на принудительное исполнение, а также влечет финансовые затраты. В службе судебных приставов подчеркивают, главное преимущество электронного документа – человеку не обязательно лично посещать судебных приставов. Ну а мы переходим к следующей теме. В Барнауле прошла встреча психологической поддержки для участников специальной военной операции и их близких. Тема – посттравматический синдром, с которым сталкиваются люди, пережившие природные катастрофы, серьезные аварии и военные конфликты. Как вести себя мирным жителям, если их родственник вернулся в зоны боевых действий, чтобы он скорее адаптировался к мирной жизни? Смотрите далее. Меня на это подтолкнул супруг. Он сказал, Света, об этом нужно говорить. Света, об этом нужно говорить. Пожалуйста, встречайте с женами, с матерями, пожалуйста. Потому что когда ребята уходят в отпуск, они возвращаются, они утрачивают боеспособность. Не потому что с ними что-то не так, а потому что родные ведут себя в корне неверно. О посттравматическом синдроме, который может перейти в расстройство личности ПТСР, в фонде защитников Отечества рассказывает клинический психолог и супруга одного из мобилизованных бойцов. По ее словам, сильнейший страх, ощущение своей беспомощности и желание обороняться, нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Нормальные люди идут по горам, по тропам, и такие, ой, смотри, какая красота. А он ищет растяжки. Или огневые позиции. Он огневые точки смотрит. И поэтому он говорит, я не поеду в горный. Если он был на северном Кавказе, в Чечне. Он ненавидит город. И не надо его туда тащить. Вернуться в мирное русло непросто. Тем более бойцу в отпуске, который ждет возвращения за ленточку. А членам семьи приходится заново искать к нему подход. Психологи рекомендуют бойцам здесь, дома, не употреблять алкоголь. А его родным лучше не разбирать походную сумку бойца. Фразу «я тебя понимаю» лучше совсем не использовать. Я пробую относиться так же, как раньше к нему относилась. Единственное, не спрашиваю, что там происходит. Если у него есть желание, он что-то говорит. Не затрагиваю, пробую эти темы. И чтобы не нести действительно травму. Приезжают домой, вот некоторые там плохо спят. Но они же, в принципе, некоторые могут об этом сказать, а некоторые не говорят. Если у тебя в руках автомат, или у тебя есть оружие, у тебя есть иллюзия контроля или возможности как-то реагировать, что-то предпринимать. Когда у тебя дети, сидящие в подвале, у которых нет электричества, воды и нет еды, тебе нечем их кормить. И ты не можешь выйти на поверхность, потому что ты находишься в зоне обстрелов. Это травмирует гораздо больше, чем наших ребят военнослужащих. Психологи уверены, последствия пережитых событий, как ни крути, останутся на всю жизнь. Но с этим можно и нужно работать. Кстати, участие в семинаре бесплатное. Информацию о месте и времени проведения следующих встреч организаторы размещают в своих социальных сетях. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 24 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...